лейки 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 и так что с лейками вот я беру лейку s3 впервые пробую вообще мне кажется цифровой средний формат нет я у fuji к пробовал ну конечно я не очень понимаю для чего мне средний формат то есть это для тех кто для тех кто не я вот интересно я попробую я конечно попробовать супер интересно но с лейкой у меня конечно великолепные отношения мне все зачем ты берешь себе m10 если уже вышла m11r которая ну более новая ну слушайте у меня есть лейка sl2s и когда я купил я думал что вообще борьба за мегапиксели это что-то из прошлого то есть это наш кукти мегапиксель ты такой господи если ты это спрашиваешь ну ты просто ничего не понимаешь и поэтому я думал всегда что мне 24 мегапикселя это самый какой-то золотой формат который не шумит достаточно чтобы что-то там делать выкладывать фотографии в социальные сети подкропнуть можно чуть-чуть вот а потом так как началась вообще моё знакомство с лейкой с q2 я поснимал и на q2 и на sl2s и понимаю что сну на q2 я просто кропаю не знаю вот отсюда могу там кропнуть что-то находящееся этом в трех метрах это будет в классной резкости классной детализации sl2s начинаешь кропать еще накладывается то что я снимаю на мануальные объективы а там ну чуть 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 не туда чуть-чуть и когда ты это кропаешь совсем не поправал будет и я такой ладно мне срочно нужно купить себе новую sl3 там типа 60 мегапикселей я теперь снова верю в мегапиксели все типа все в таиланде я причем даже и уже пощупал потрогал я даже прихожу со своей салтвес я говорю трейдин он такой ай сэл ю и и nba и там такую ноу-ноу-ноу я так ладно хорошо попробую в россии купить но у меня стали все пугать и в принципе небезосновательно что из 60 мегапикселей с мануальными объективами это еще хуже а я не хочу продавать уже то что я на покупал у меня прям серия r-объективов мануальных лечных 5 штук у меня 24 35 50 100 и 180 половину вот тут купил кстати в комиссионном отделе здесь пришел реально вот не вот этот вот этот и вот этот давайте варенка типа того да все я все собрал которые здесь были ну что-то я такой подумал блин не надо вернуться вот в эту вот историю когда ты там вдумчиво да и кстати действительно вот выйдет с гонконга street я снимал его на мануальные на мануальные объективы 35 кинг of bokeh это называется суммикрон 35 f2 то есть это сейчас самый дорогой магия объектив его за сто сто шестьдесят тысяч рублей мануальный объектив вот но sl3 очень хочу все равно но я такой думаю для sl3 мне придется все равно купить скорее всего какие-нибудь себе и vp до сигмы а у меня уже есть сигма 35 и 20 короче план такой я здесь докупаю 50 и 100 105 по 50 и 105 сигма надеваю их на sl3 а вот эти свои объективы для души я решил надевать и на камеру для души вот а m10 обладает именно тем же количеством мегапикселей которые хотя бы sl2s потому что если буду его напяливать это снова на m10 тера в нем там сколько тоже там 60 но это вообще типа странно будет когда никакого прикола нет вот м я раньше не брал потому что не верил что я когда-то вернусь снова к мануалу я думал зачем это какая-то старая история я им раньше кичился этой истории когда я отснял кучу музыкантов там на дешевые объективы да это как будто бы она еще больше возвышала то что ты делаешь потому что ты это делаешь якобы на что-то плохое вот и я с этим как-то жил и так у все отрекся у меня появилась там сигма 35 как эта вот резкость где надо вот так на вел она сама в глаза попадает и такой все ладно я дорос я заработал я больше туда не буду возвращаться а потом вот лишь ты такой поснимал поснимал поснимала такой ну там вот какая-то была естественные вот это блум вот это какая-то по ну то есть мы сейчас все вот ну поправиться не так люди сейчас скупают себе резкие объективы резкие вот хотят резкие а потом напяли вот на них софт фильтры ну как будто есть чаще всего ну то есть они прям где вообще софт не снимаю кучу раз ты же вообще софт не снимаю ну вот а вот объективы лейкер они как бы уже с внутренним софтом видим из из-за времени потому что ты ну действительно больше понимаешь он по ореолам делает какой-то блум делает свечение просто вот картинка встроенный я щас один портрет покажу вот просто полтинник суммикрон лейка и мне настолько нравится рисунок ну я не знаю просто посмотрите в картинку ну вот прям какая-то я как увидел этот портрет еще на экране я такой ну все и знаете в чем опять же та же самая магия лейки я сейчас снимаю я понимаю вот кого бы я не пригласил пофотографироваться допустим я сейчас пишу каким-то музыкантом опять мода циклично я такой снова мне хочется куча новых музыкантов я до сих пор также люблю музыку как и раньше идут появляются какие-то новые группы я такого прикольно я до сих пор фотограф до сих пор могу с ними так знакомиться и я в голове сейчас держу одну мысль что даже если мы с ними встретимся на улице типа на 20 минут вот я подойду с 35 или с полтинником в упор вот ну просто найду какую-то точку и лейка сделает уже тот портрет который совершенно точно зацепит этого человека я понимаю что тот кто будет сейчас досмотреть слушать опять будут думать что это глупое восхваление какой-то лейки ну ты тоже сам понимаешь но мне бы даже какие моменты с ней я приходил часто с каким-то мы типа фотками моделей там подруг друзей подруг друзей и ну и вечером такие говорим пойдем типа просто потусуемся у нас посидим за дайте фотки покажу поиграем вуна мы безумно любим играть вуна всех зовем играть вуна мы типа фанаты дикие лун и и вот ко мне приходят модели я открываю фотомеханик типа вставляю флешку и же просто листать фотки чб ну что я всегда снимаю в чб но в равках потому что если вы снимаете в чб в чб все люди выглядят симпатичнее ты можешь даже вот сейчас когда я будешь монтировать этот видос вот в этот момент сделать в чб и я буду выглядеть симпатичнее у меня упадут какие-то красные штуки вот это все это супер психологический прием когда ты показываешь человеку на экране не было еще ни одного кто будет а чё чб ну ты нет игры это чб но потом это будет цвет на человеку уже не важно только у нее а в принципе чб люблю и вот я понимаю что этот нам вот я показываю моделям эти фотографии листаю и все такие вот даже в смысле я бы что но это фильтр какой-то уже наложен здесь ну обычно так фотографии выглядят после того как вот ну пройдет недели и фотограф не их пришлет уже типа обработанными я бы я не знаю ну вот так вот она так вот она происходит и вот это все если в голове держать я уже действительно понимаю что мне достаточно подойти ну как бы банально понимать ну легкая там свет я тебя попросил туда голову повернуть да ну то есть небольшое понимание света но лейк это действительно вот такой инструмент когда он беспроигрышный ты в упор подойдешь откроешь диафрагму там на f2 и там настолько вот врубится это боке который хер ты где повторишь что все будут довольны это да вообще круто когда ты даешь человеку и там уже готовая картинка есть что она не с каким-то вот да они да не с фильтром ничего и не фильтр ничего нет они видят что ну я вот так и выгляжу то есть это оригинал это тоже чему ну важно человеку то есть он я думаю что вообще в когда ты снимаешь человека есть какие-то определенные градации там принятия себя то есть кто-то понимает если ты фотограф снимаешь человека тебе кажется снимок неинтересным совершенно не означает что портретируем этот снимок не понравится потому что каждый человек имеет своей голове какой-то пик наверное собственной внешности то есть как он может выглядеть потому что ну все же все трезвые мыслят ну и там телка снимаешь 30 лет подряд вот он понимает я вот допустим вот у меня была классная фотка вот такая но он не не идет типа выше горы он но он понимает что он не будет брэдом питом там или какой-нибудь анджелиной джоли вот и здесь я мысли вообще то что дать градации принятия себя то есть тебе во первых нужно потом как бы понимать что человек в принципе смотрит на снимок не так как ты а когда это происходит типа чебешечка плюс ты пока смотреть необработанную то есть это вообще вот сразу да потому что процесс фотографирования сейчас он уже сводится к фотка плюс ретуши человек это понимает и человек скорее всего понимает что возможно выглядит так после каких-то хитрых манипуляций автора дома а тут ты вот смотри ты ему пока да вот это ты чувак это ты и у и почему это важно если это сделать особенно в начале съемки потому что если человек в начале съемки уже увидел что он выглядит хорошо ну у него начинает взаимодействие с тобой абсолютно другое быть даже вот рома зверь да мой любимый пример типа он пришел когда ко мне сниматься вот он знакомился со мной вот так то есть такой рома я говорю лёша и он ну как бы типа вот так был и я ему показываю первую фотку черно-белого смотри можем ее вставить кстати я говорю вот смотри и вот он мне говорит вау вот я помню его первое вау и я такой давай еще поснимаем гури давай и я заметил что человек просто поменялся поменялся он начинает сразу вот так начнет смотрит вот так сразу я думаю фигеть ну просто все включилась роль ты показываешь но это кстати было не лейк если что ночи бы режим это был канон 5d еще это да это вообще очень прикольный момент когда но приятный для фотографа когда тебе говорят типа вау круто и ты сам тоже такой да 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 потому что ну особенно ну да это же вообще портретная фотография это стресс с обеих сторон всегда особенно сейчас когда у нас взаимодействие двоих людей или более людей выходят на совершенно новый уровень потому что у нас каждый второй сейчас с какой-то там не знаю травмы и ты его боишься обидеть и ты кстати с травмой тоже и ты с травмой этот с травмой и вот вы встречаетесь такие травмированные и поэтому когда случается вот этот коннект когда ты такой у меня клёво получается этот человек я тоже чувствую что я клёво получается на фоксе такой ну слава богу этот хотя бы два часа мы не будем здесь реветь а будем наконец-то заниматься любимым делом вот это до сих пор рабочая штука и она работает каких бы людей не снимал вот правда то типа условно там от мало до великое какие-то актеры и музыканты просто там модели девочки мальчики вот так в лицо их чб портрет какой-нибудь я просто рассказывал типа что существует лейка существует на ней какой-нибудь объектив типа там 50 миллиметров и я уже в голове понимаю что если у меня там не дай бог будет 10 минут на съемку я узнаю что подойду в упор открою диафрагму человек куда-нибудь посмотрит там сторону я сделаю кадр и в чб и это совершенно точно четку вот это респект ну то есть я уверен что так будет вот тут нет нету другого варианта просто его не может существовать уже возможно из-за моего понимания света возможно из-за того что я заранее разболтаю его знаешь типа ну посмотри туда я же не просто посмотри наверх конечно что я это с какими-то там да ты же тоже видишь там типа с какой стороны человека да какой хорошо что интересно у него как у него да 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 это нужно уметь конечно видеть какую-то определенную ну красоту людей потому что опять же конечно ты не можешь быть там идеальность двух сторон например вот мне понравилось когда я снимал влада коноплева из сериала король и шут ну то есть казалось бы да вот это как раз не супер звезда масштаба но он уже все равно ну как бы поснимался с какими-то знаковыми я думаю в россии операторами режиссерами который кого играл князя вот и я что-то ему как-то написал вот слушай я типа просто фланат игру князя живого снимал я говорю теперь надо тебя снять он там спасибо да супер вот мы договорились я приезжаю на съемку а его уже там типа девочкам наш визажист любо красть я привожу такое он сидит и ухай такой здрасте и мы что-то с ним разговорились разговорились съемка супер крутая тоже не знаю что будете как-то у нас неожиданно получился люди по фотке и он такой с тобой очень клево работать игра объясни мне почему потому что мне надо для курса это знать мне нужно понимать какие-то кейсы определенные в чем я крут я не понимаю в чем я крут я как бы ну делаю чё делаю ну году смотри у тебя очень есть важная составляющая ты никогда не затыкаешься как вы это сейчас заметили то есть когда ты снимаешься все время разговариваешь разговариваешь показываешь и ты как будто вообще снимаешь себя вообще всяк ну просто вот всякого ты говоришь чувак встань типа вот так ну только как ему станет но станет игры вот так руки руки поставь игры вот так вот вниз я показываю ну и человек видишь что ты это делаешь уже. И вот я вот просто как зеркало, говорю, вот так, стань, вот так. Я говорю, а можно так, вот сигарету, вот так. И он говорит, это очень крутая штука, потому что ну, когда на тебя смотрят очень много людей, а ты один, все внимание направлено на тебя, если задействован не один фотограф, а понимаешь, там стилисты смотрят на это, визажисты, всем интересно, как это, а ты один стоишь, и в тебя вот лупят вот эту штуку. И когда фотограф, казалось бы, ну, вторая по важности персона, я думаю, на этой съемке после тебя, он начинает в открытую делать то, что, возможно, ты боялся делать когда-то, но он такой, ну, ладно, если он сделал, то и я делаю. Потом я ору на съемках, то есть, если надо крикнуть, я просто кричу. Ну, надо там нахмуриться, я хмурюсь. И почему-то, когда я это рассказываю на лекциях, они такие, вау, я говорю, так как у вас это обычно бывает? А, да, я как-то запомнил, вот что ты сказала, что, когда ты показываешь человеку, что нужно сделать, то ему это намного проще. Да, проще, потому что, ну, да всегда так. Ну, то есть, на самом деле, в отношениях, люди всегда так. Ты начнешь орать, тебе начнут орать в ответ. Ты начнешь говорить добрые слова, тебе будут говорить добрые слова в ответ. Ты не знаю, там, ну, потянешься, к тебе потянутся. То есть, и вот как-то у нас мир сейчас, в принципе, очень странно устроен. То есть, они хотят к себе получить то, чего сами, в принципе, не готовы давать по каким-то своим там внутренним комплексам, внутренним зажимам и чему-то еще. То есть, опять, хочешь получить эмоции, покажи эмоции. Хочешь получить любовь, блин, дай любовь. Ну, это уже, конечно, такое, полуванильное, но все хотят к себе все получать, классные фотки, классные эмоции, как ты, ну, это же частый вопрос, как ты получаешь эмоции моделей на снимках, я такой, показывайте эмоции, и все, знаешь, вот вам ответ, но поможет ли вам этот ответ? Нет, ну, вот, ну, кому-то, возможно, да, но как будто бы 99% людей и так это понимают, я и почему, ну, сейчас особенно мне, не то, что, типа, ненавистно, но я не очень котирую в последнее время курсы по фотографии вообще, которые вот мне попадаются, какие-то вырезки, ну, типа, все говорят одно и то же, и как будто бы весь мир и так это понимает, чтобы делать классные снимки, тебе нужно, там, путешествовать, тебе нужно, вот, быть открытым, тебе нужно заставлять людей, проявлять эмоции, а не хватает-то людям чего, им импульса не хватает какого-то, ну, то есть, импульса вот, ну, от, 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 от понимания к действию, это, ну, вот это глобальная проблема, у человечества по каким-то причинам не хватает банального импульса, потому что все все понимают, но, типа, но не могут сделать. Мне кажется, в этом есть суть вообще курсов по фотографии, что ты вот этот импульс получаешь. Ты обучался на каких-нибудь курсах по фотографии? Да. Ты, ну, ты давал курс по фотографии же еще. Ну, вот у тебя как происходило все в конце? Ну, вот много ли людей прямо такие, я теперь? Нет. Почему? Потому что не всем, как, дано пройти вот за этот промежуток, все этапы, которые нужно пройти. Да, вот. Но здорово, когда человек берет, знаешь, ну, типа, ты даешь 100% все, что ты, как бы, можешь дать, он берет 5% и для него это уже шажет. Ну, отчасти да, но как сейчас строится у многих, вот я смотрел эти курсы по фотографии, два типа людей. Первый, как я, это вкручивать в ухо что-то, знаешь, а другие начинают вот идти через, там, на лекциях. Например, чтобы стать популярным, вам нужно собрать качественное портфолио. Да ладно? Серьезно? Супер? Круто? Или вам нужно писать клиенту, вау, вот это новости. И я порой вот, ну, когда присутствую на лекциях, типа, фотографов, я думаю, час вот о чем, типа, о том, что каждый из присутствующих 100% так понимает. Но почему, типа, они сидят там, а ты стоишь тут? Вот, потому что, ну, типа, люди не хотят, а может, не могут пока что. Они не понимают, что, типа, вот это, ну, условно даже, вот это, другой фотоаппарат, это, ну, действительно, реально связующее звено между вот этим, ну, и вот этим. Да-да-да. Вот, они очень, они очень сильно думают про вот это, первым делом, потому что это самое простое, потому что, ну, как бы, деньги заработать можно. А если нельзя, то ты просто будешь злиться на весь мир, на государство, на все остальное, что, типа, я вот себе не могу получить такую камеру. Второе, на чем я чаще всего начинаю думать уже над вот этим, типа, а кого я буду снимать, а где мне снимать звезд? А сюда лезть страшно просто, ну, потому что ты такой, чтобы, да, ребята, чтобы сделать классные фотки, нужно вставать в 5 утра иногда на рассвете, куда-то ехать, нужно писать людям в интернете, нужно снимать бесплатно, нужно даже свои собственные деньги в это вкладывать. Да, вот такой вот мир. И все ради того, чтобы ты получал картинки. А картинки – это проекция твоей нынешней жизни. Вот как ты сейчас живешь, с кем ты, до кого ты можешь дотянуться, как ты можешь с ним поговорить, кого ты можешь подключить к этой съемке, чтобы там, куда ты можешь выехать, например. Например, способен ли ты, там, я не знаю, сколотить какую-нибудь конструкцию своими руками, вот как ты фаны и красить, да, вот, ну, способны вы на эти вещи или нет? Потому что все начнут думать, вот я сейчас куплю себе лейку S3. Да, это вообще интересная мысль, то, что фотография – это, ну, не конечный продукт, а побочный от того, что ты вообще делаешь. Это форма проявления твоего, просто такая же, как песня, такая же, как стихотворение, такой же, как спорт, комплименты, твой стиль, твой внешний вид. Просто форма проявления тебя. Если ты, ну, не умеешь проявляться, если ты не можешь проявиться, ну, ты будешь сидеть дома и снимать своего мужа, там, жену, просто потому, что дальше ты не можешь выйти по каким-то либо внутренним проблемам, ну, либо внешним проблемам, потому что муж с женой тебя не выпускает из дома кого-то снимать. Это, мне кажется, на музыке вообще очень хорошо понятно. Да. Когда ты начинаешь заниматься музыкой и понимаешь, когда ты не можешь туда ничего вложить, то у тебя ничего интересного будет. У меня скоро трек выйдет. А я видел, ты где-то что-то, этот, выкладывал. Ну, все. Трек показать. Ну, давай. Ну, еще доделается. На днях. Нет, мы есть. Нет, вот это уже, типа, это уже почти, это уже в нем все. А ты что делаешь в нем? Пою, ну, это, типа, я придумал песню, но мы зло вместе пишем, конечно. А ты что делаешь здесь на чем-то? На гитаре вот эта вот. Прикольная, какая, 2007-й. Я же вообще тут. Ну, подождите. Ну, вот второй куплет, Димон, ты его еще не слышал. Смотри. Ладно, я перемотаю, наконец. Кажется. Продолжение следует...